Давай. Будешь Андреем? Окей. Нас не хотел отпускать. Вот ребята, чем питаются. Вот он Джане, вид со стороны реки. Вот рыбак. Прямо под мостом ловит рыбу. Ребят, на въезде в Джане мы повстречали чувака. Он оказался учителем английского ВК в местной школе. Он любезно предложил нам провести часовую экскурсию по этому городу за 10 тысяч, за 20 баксов. Вот туристический город Джане. Сразу видно, все сделано для туристов, облагорожено. Все везде, как будто не настоящее. Асфальтированные дороги. Асфальтированные дороги. Дети в национальных одеждах голые. Здесь уже догонская культура. Вот так вот люди тысячу лет уже живут. Канал сливной, куда выливают помои с каждого дома. И все это по улицам течет в реку. Тут же ходят куры, козы, буси. Это не просто помои, это канализация. Чувствуешь запах? Да, да. Все, что изменилось в этом городе за последние тысячи лет, только то, что электричество появилось. И мотоциклы ездят по улицам. Ну, где-то может быть пластик или металл появился. А так, в принципе, он даже трубой из глины сделан. Все люди в Гене, когда они видят посетителей, они очень счастливы. Потому что много времени мы не видим посетителей. Поэтому сейчас посетители начинают посетить Гене. Так что это очень важно для города. Если вы спросите, первые активы были туризм. Но сейчас нет туризма, нет никакого актива в Гене. И что за безопасность сейчас? Да, мы думаем, что сейчас начинают посетить, иншаллах. Это одно из самых старых зданий в Гене. И сейчас это дом, в котором живет мэр. Значит, мы заходим внутрь, разуваемся. Здесь делают горшки. Вот их разбивают, потом снова смешивают. Короче, вторая сырья. Когда Гене был построен в 80-х годах, это не очень удобно строить город. Вы знаете почему? Когда люди построили дом, один день, два дня, все домы сошли. Поэтому люди не знают, почему дом, два дня, три дня, сошли. И потом люди увидят, что учителя из Коранской школы, почему каждый день дом сошли в этой земле. Потому что Гене один из земли. Поэтому ученики говорят, что если вы видите, что каждый день дом сошли, то это означает, что эта земля, что дебил, что дебил. Знаете, что дебил? Это означает, что это дебил. Гене имеет значение, что дебил в город. Понимаете? Гене имеет значение, что дебил в городе. Гене имеет значение, что дебил в городе. Это означение дебил. Понимаете? Это новая лекция. После того, чтобы учить эту лекцию сегодняшний день, они будут читать и писать новую лекцию. Каждый день новая лекция для Коранской школы. Понимаете? Посмотрите, что это такое архитектурное. Потому что это такое архитектурное. Это называется Суданский архитектурное. Потому что, после Индепенции, имя Мали было Судан. После Индепенции, имя Мали было Судан. Это был Суданский архитектурный. Суданский архитектурный, есть четыре пилары. Посмотрите, один пилар, два пилар, три пилар, и четыре пилар. Так что слушайте внимательно. Первый пилар, это означает, что первая женщина в семье, это женщина, которая может приготовить. Понимаете? Второй пилар, то есть вторая женщина в семье, то есть женщина, которая делается в большие ребенка. Понимаете? Второй пилар, то есть третья женщина в семье, которая берет ее, чтобы избежать. Если вы избежать, а вы приходите во время, она может自ulkнах. К тому же конце пилар, то есть вторая женщина в семье, это семью. Но она же, Она дарленька Киффенда, она дарленька Киффенда. Это история с Суданской архитектуры. Какая молодая жена? Моя первая жена 25 лет, а вторая 23 лет. Какая молодая? Я 39 лет. Первую жену выбрала моя семья, мой отец и мать ей 25 лет. А вторая, это мой выбор, ей 23 лет. И ее выбрал я сам. Сколько детей? Это зависит от семьи. У нас есть семейная семья и большая семья. У нас есть семейная семья. У нас есть 6 детей. У нас есть большая семья. У нас есть 15 детей. Например, у меня есть 2 женщины. У меня есть 10 детей. Ты очень счастлив. Я работаю очень сильно. У нас есть 80 детей. Какие люди живут в этой семье? У нас есть 1,2,3,4,5,6,7,8,9. У нас есть 9 лет. Большая семья – это мама. Много семья – родители. А большой семья – это родители. Это пыда и мороккальная семья. Ребята, а вот, собственно, то, для чего мы ехали сюда. Известная она весь мир, мечеть Джанэ. Третья мечеть в мире, сделанная из грязи и говна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот карьер глиняный Вот они прям набирают глину И складывают И складывают ее А третий Субтитры создавал DimaTorzok Все, все, Ром, поехали Бензин в Мали стоит Что составляет 50 евро Значит, за 50 евро Он любезно Он любезно Он любезно Он любезно нам покажет Голубые каски Голубые каски ООН, которые тут патрулируют Ну и как вы понимаете Патрулируют они тут тоже не просто так Все, он ставит свой байк Садится к нам И мы вместе гоним Очень быстро Да? Один час Максимум Один час Окей Как твой имя? Напо Абрахам Напо Абрахам? Да Абрахам Абрахам Андрей Андрей Будешь Андреем Окей Нам просто местный сказал, что К северу от города Идет линия соприкосновения военных То есть там идет уже война Каждень кого-то убивают И мы так как бы хотели начать в Буркина-Фасо Но после его слов Желание Усилилось Усилилось, да И поэтому Мы будем стараться перейти границу сегодня Мы думаем, как бы нам свалить из этой страны сегодня Да, потому что Мокти Это реально Последний город На юге Мали Контролируемый правительственными войсками Все остальное Дальше уже все И Прям вот по дороге проходит Это Линия Линия огня Линия огня Причем Чел, который сидит сзади с нами Он как раз на Не на про правительственной стороне Да Он на стороне повстанцев Или северных людей Людей из северных городов, как он говорит То есть это по сути гражданская война? Да Просто север против юга Главная мечеть Мокти К сожалению, если ты не мусульманин Ты не можешь зайти внутрь Но я могу вам сразу сказать Что внутри ничего кроме этих стен И нету Просто коврики постельные Люди молятся и все Как сказал наш гид Здесь каждый день убивают людей К северу от города проходит рубеж обороны Но террористов все равно много везде Потому что, ну, сами понимаете Сложно отличить обычного человека от террориста А дети и люди здесь добрые все равно Просто северные что Здесь нет туристов Да Здесь впервые за пять лет туристы приехали Да, все верно Как дела? Давай 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 И маленькой девочке тоже Все, всем дал пятюню Эта мечеть впечатляет меньше, чем Джане Однозначно И мы едем в Бандиагару На горе Бандиагары Где живет племена Мокти Сейчас мы едем туда Примерно 100 километров Страна до гола встречает нас Лютыми лежачими полицейскими Ну все, теперь мы вылезли Минус 150 килограмм живого веса Роман, что нужно сказать про Мерседес? Красавчик Красавчик Ну, дастер наш просто Это для него не препятствие абсолютно Друзья, мы гоним по стране до гонов Наш новый друг, наш гид Который стоит нам 30 баксов А, который стоит нам 50 евро Повез нас короткой дорогой по стране до гонов Выглядела она вот так Сзади вы видите мчащуюся за нами машину нашу вторую А впереди вот так Мы приехали в деревню до гонов Деревня называется Джиги Бомбо Название прикольное Очень смешное, особенно когда наш проводник ее говорит Деревня Джиги Бомбо? Да, Джиги Бомбо Мэр деревни Этот парень Попросит мне, если вы продаете ренов Нет 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 Окей Что это здание? Что это здание? Это здание здание, где люди поставили Мелые Мелые На стену Видите? Да Мелые 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 Где-то гуляют Я вам расскажу Как Все происходит на самом деле Это вот хранилище Видите? Три окошка Это значит, что это хранилище для мужчин Они хранят там свои продукты А вот эти вот маленькие хранилища Например, вот это, которое мы видим Здесь только одно окошко Значит, это для женщин Которые сюда Всякие скрабы ненужные Кладут там Мыло, шампуни А у нас наоборот, да? Да Да Субтитры подогнал «Симон»!